Не побывать вам сегодня во рту у рыбы. Так и так, всем привет, господа! Вы на канале Виконста. Ребята, сегодня я наконец-то вырвался на рыбалку. А то все лето и всего лишь пару раз был. Вот так, чисто прийти на природу удочки помочить захотелось. Ну, в общем, собрал я уже с Настей. Взял воду, кепку на голову. Ну и немного прибарахлился. Пойдем мы сегодня, друзья, на один из городских прудов, который находится в городе Донецке. Взял я еще опарыша и из дома манки. Ну что, друзья, вот я дошел и до пруда. Сейчас будем, наверное, расчехляться и идти даже не знаю куда. Там уже, смотрю, поплавки стоят на толстолоба закинули. Может, что-то их хапнет. Ну, а там на той стороне у нас пляж, танцы, пляски. Прыгают он в воду. Ну, сейчас посмотрим, куда присядем. Наверное, может быть, на ту сторону пойдем в тенек. Друзья, если вы приходите на природу, либо на другие места, обязательно выносите за собой мусор. Вот это вот постоянно проблема, я думаю, в любом городе. Приходят, мусорят, бросают все и уходят. Ладно, давайте, наверное, здесь присядем. Хотя это все, конечно, наблюдать печально, но мы сейчас немного здесь приберемся. Так, ну, уже немного поприятнее будет здесь сидеть, согласны? Также, ребята, приходите, ну, не мусорьте вы. Вам же здесь приходите сидеть. Ну, ладно, это так небольшое отступление. Сейчас будем расчехляться и закидывать удочки. Удочки у меня старые. Им уже, наверное, лет по 10, а то и больше. На новые пока возможности нет купить. А почему? Потому что хорошие удочки, плюс с хорошими катушками, лески, снасти, это хороший карповик. Если брать, то нужно хотя бы минимум долларов 150-200. Ну, это хорошее. Раз взял и на 10 лет. Ну, а пока я, в принципе, парень неприхотливый. Я могу и такими половить, тем более, что на удочку. А так у меня старые тоже снасти, которые я ловил на водоемах дальнего заброса. Катушки единственное, что обновил, и то недорогие. Опять же, чем дороже, тем лучше. Я вот сколько не удивляюсь, да и сколько люди не рассказывают, как ни крути. Всё-таки, если товар дороже, ты можешь от него ожидать немного большего, чем от дешёвого. Бывает, дешёвая купишь, полгода люди порыбачили, и можно выкинуть удочку на мусорник. Так как то пластик где-то лопнет, то удочка поломается при забросе. Дорогие снасти стоят сейчас немало. А так, если выезжать на рыбалку раз в 2-3 недели, то как бы особого смысла я не вижу покупать сильно дорогие снасти. Хотя, я вот кидал хорошими карповиками, конечно, уже совсем другое удовольствие. Ну, со временем нужно будет обновлять рыболовные снасти. Так, давайте сейчас проверим здесь глубину. Ага, сильно много поставил. Так, ну вроде бы выставил я глубину. Сейчас ещё контрольный перезаброс. О! Отлично! Сейчас мы сюда, наверное, на камыши будем ложить их. Отлично! Так, ну что, выгрузили мы опарика. Сейчас будем наживляться. Повесим мы сюда. Красного. И парочку желтых. И закинем, может, что-то для кота хоть поймаем. Отлично! Чик! О, нормально! Так, и сюда положим мы её. Так, палочку мы взяли. Теперь сейчас возьмём тару. Насыпем туда манки немного. И будем сейчас замешивать это всё дело. Пока у нас на опарыша ничего от слова совсем. Так, возьмём немного водички. Так, манки тоже немного замешаем. В принципе, что если на одну удочку рыбачить, то вполне будет достаточно. Распаковал я вторую удочку. Сейчас вот немного манка у меня настоялась. Думаю, можно крючочек нацепить. Для неё вкусняхи. Глубину я уже на этой удочке выставил. Так что дело осталось за малым. Так, вон же детвора купается. О, вот так. Отлично! И здесь сюда. На тростничок мы её положим. Ребята, поклёвка была. Ну, поклёвку я увидел. Так, а кстати, я сюда вешал три опарика. О, видите, одного стянули. Какой-то мерзавец стянул. Вот это уже интересно получается. Давайте мы сейчас ещё подцепим сюда. Парочку. Вот чёрт какой-то топит. А ну, проверим. Нет, всё на месте. Единственное, что в траве крючок лежит. А так всё чистенько. Да, на опарыша здесь что-то проклёвывает. Будем ждать. Это, ребята, вам не загородная рыбалка. Здесь вы покайфовать не сможете. Сзади меня дорога. С левой стороны там детвора. Детвора балуются. А по ту сторону музыка, танцы, пляски там. Выпивка. Всё как надо. В общем, это рыбалка не для отдыха, а так. Выйти покидать снасти. Друзья, ещё что радует, так он пацаны там малые купаются и играют в латки. Кто помнит, в детстве тоже ходили по ставкам и играли в эти латки. Латки, квач, под водой ныряли, кто дальше проплывёт. Прыгали со всех с колёс, приносили с собой надувные камеры резиновые и плавали на них на середину ставка. Но на этих ставках я не плавал, я на Петровке плавал. Ну, вспомнить и когда они кричат я не латка, ты не латка, то это, конечно, круто. Потом квадраты, выбивнова, прятки, полистукали, самбэ. То есть все вот эти слова, которые напоминают в детстве, они вот повторяют их периодически. Аж ностальгируешь. Ещё плюс, собирали листья там, это типа были деньги. Играли ещё, я не помню, как игра уже называется, ставят банки и кидают палкой. Кстати, напишите в комментариях, что это за игра, уже подзабыл. Плюс ещё в классике прыгали, через скакалку перепрыгивали, лазили по гаражам, спрыгивали в большую стопку снега, собирали. Короче, катались на санках, на клеёнке стериконов. Короче, время проводили как следует. Я не знаю сейчас, да, наверное, тоже так, но уже меньше стало детей этим заниматься. В основном сейчас все в интернетах сидят. Ну, хоть что-то, хоть так. Чё это было? Поплавок утопило, и всё. Может быть, ветер, а может и нет. Ну что, друзья, не побывать вам сегодня во рту рыбы. О, как под музыку танчат. Перевернул, ребята, я стакан с опариками. Там немного подсобирал ещё. А так, смотрите, какие живенькие к водичке тянутся, а. Так, часть опарыша я уже рассыпал, а эти будут кормёжкой для рыбок. Всё равно, куда его девать, всё. Некуда. А это в мусор. Ну вот и пришло время заканчивать этот видеоролик. Снасть я уже собрал. К большому сожалению, рыбы мы так и не увидели, но мы не отчаиваемся. Время на природе мы провели отлично. Так что, ребята, если вам понравился этот видеоролик, обязательно став палец вверх, поддержи меня, также не забудь написать свою реакцию под этим видео. С вами на канале был Виконста. Пока-пока. Ребята, зашёл, купил себе судачка вот такого на 35 рублей. Вот вам и вся рыбалка. Так что, ищите всегда позитив в любом деле, что вы делаете. Самое главное это процесс. Пока-пока.